Здравствуйте, дорогие участники! Я очень благодарю за то, что мы вместе можем открыть Слово Божье и разговаривать на эту тему. Все 66 книг в Библии — это Божье Слово. Я очень счастлив, что это Слово я держу в своих руках и могу слушать Слово. И однажды Слово, попав в мою душу, изменило меня полностью и мою жизнь. Я хочу проповедовать о радости, о любви, о благодарности, которые я получил от Бога. Сейчас в Корее из-за коронавируса на этом семинаре сидят только 10 человек. Но я очень благодарю за то, что огромное количество людей по всему миру слушают с нами Слово вместе. Сегодня мы прочитаем Слово из послания к римлянам. Будем читать 8 главу с 1 стиха. Да, давайте послушаем то, что говорит Господь нам через 8 главу в 1 стихе. Если вы открыли 8 главу, я начну читать. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной жертву за грех и осудил грех во плоти. Чтобы оправдание законно исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плоском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышление плоский суть – смерть, а помышление духовное – жизнь и мир. Да, прочитали по 6 стих. Послание к римлянам – это письмо, которое написал апостол Павел для жителей Рима. Это правда, что апостол Павел написал это послание. Но я верю, что Господь Духом Святым коснулся Павла, чтобы он написал это послание. И когда я душой поверил этому слову, хотя это все тот же я, но я чувствую, как я вошел в Бога. Я уже несколько раз говорил об этом. Когда мы все начинали, мы были очень бедными, и у нас были трудности. Очень часто продовольствие заканчивалось. И из-за того, что деньги заканчивались, нам было тяжело. Да, хотя тогда у нас ничего не было, но Господь всегда находился рядом с нами. Однажды, в воскресенье, после собрания, все братья и сестры пошли домой, а я не пошел домой. Да, потому что дома у нас не было угольных брикетов, не было еды и денег. Из-за чувства вины к моей жене я не смог вернуться домой. Да, я просто один сидел в молитвенном доме и закрыл дверь на замок. И я начал молиться Богу. Я не помню, сколько времени я молился. Да, я когда начал молиться, то я молился в основном о еде, о деньгах, о продовольствии. Да, и я молился в темном холодном молитвенном доме. Да, у меня появилось чувство, что я разговариваю с Богом лицом к лицу. Да, и так как я разговаривал с Богом в храме Божьем, да, хотя в мире мне нужны были угольные брикеты, деньги, продовольствие, но в Божьем храме я ни в чем не нуждался. Я спрашиваю, Господь, какие люди проживают на островах в южной части Чеховоокеана? Что они носят, что они едят, как они живут? Господь, и кто же будет проповедовать этим людям? Господь, помоги нам, чтобы мы могли отправить туда миссионеров. Да, многие люди в африканских странах, где приобретают покой и радость, и как эти люди могут освободиться от греха и жить светлой и святой жизнью. Господь, дай нам издать книги для того, чтобы проповедовать этим людям. Дай нам учредить телестанцию. Позволь нам оправить туда миссионеров. Я долгое время молился об этом. А потом, когда я открыл глаза и смотрел, да, я оказался в холодном молитвенном доме. Я проголодался. И мне стало смешно, когда я думал о том, о чем я молился. Человек, который не может даже нормально поесть, может основать телестанцию, издавать книги и отправлять миссионеров. Да, это очень смешно. Это смешно. Да, я так говорил и думал. И каждую ночью я молился. Когда я молился, мне было очень голодно. Господь, дай мне еду, дай нам угольные брикеты. Вот. Я всегда об этом молился. А потом, через некоторое время, после молитвы, да, я начинаю молиться по-другому. Господь, дай нам отправить миссионеров во всех уголках мира. И когда я молился один раз и два раза, однажды ко мне пришли мысли. Да, я не хотел молиться об этом. Я чувствовал, что кто-то ведет мою молитву. Я понял, что это Бог ведет мою молитву. Значит, Господь обязательно исполнит эту молитву. Да, я понял, что Господь меня ведет подлинно. Значит, эта молитва обязательно восполнится. Я так подумал. И в тот день, когда мы закончили служение, да, мы сидели у печки с тремя братьями. Да, у нас было много нужд. Поэтому мы все сидели молча. Я даже не помню, сколько времени прошло. И я начал говорить братьям. Братья, давайте будем сильными. Хотя мы сейчас находимся в таком положении. Но дальше мы будем основать телестанцию. Мы будем издавать книги. Мы будем оправлять миссионеров в африканские страны. Вот что мы сделаем. Да, но все братья притворились, как будто бы ничего не услышали. И потом только один брат сказал. Пастор, да, это хорошо, что у вас такая большая мечта. Да, это все было мечтой тогда. И когда наступил 2020 год, и в мае мы провели онлайн семинар. И мы все удивились. Да, через телеканалы более 1 миллиарда человек слушали слово. И более 200 телеканалов транслировали наш семинар. Да, бесплатно. И я не мог этому поверить. И все больше и больше людей начало получать спасение и свидетельствовать об этом. Господь, хотя я всего лишь маленький человек. И знаете, я могу думать только об одном. Но твои же мысли больше меня. Господь, ты же мудрее меня. Господь, ты же знаешь, что произойдет завтра. Да, Господь, пожалуйста, пробуди в моем сердце эти мысли. И для людей, которые страдали от коронавируса и умирают, мы начали говорить им. И многие люди спрашивали. Пастор, расскажите нам о коронавирусе. Да. Как вы думаете, что будет с нами дальше? Я всегда одинаково отвечал на это. Да, порой Господь дает нам трудности. И после того, как через трудности наши сердца усмиряются, Господь обязательно благословляет нас. И коронавирус, который появился весной, и коронавирус распространился по многим странам, и многие люди погибли. И нам было очень больно на душе. Но страдающим людям от коронавируса... Вот для таких людей мы каждый год в мае проводили большой евангелизационный семинар. Но в этом году у нас не было возможности провести такой семинар. Поэтому мы провели онлайн библейский семинар. И сотни телеканалов транслировали этот семинар. И на почту приходят каждый день тысячи писем о том, как они получили спасение от грехов. Да, каждый день приходилось столько писем, что я не смог их прочитать полностью. Да, я получал глубокое впечатление. Хотя многие люди страдают и испытывают трудности из-за коронавируса. Но я когда слышу, как люди радуются, получив прощение грехов. Да, мои помышления всегда отличаются от помышлений Бога. И когда мы открываем Библию... И мы обнаруживаем сердце Господа в Библии. И мы понимаем, что говорит нам Господь. Мы сегодня прочитали восьмую главу послания к кремлянам. И как написано? Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут. Не по плоти, но по духу. Дорогие, вы все во Христе Иисусе? Иисус Христос вас? Да, что говорит Библия? Тем, которые во Христе Иисусе живут. Нет никакого осуждения. В любом случае. Какой бы грех они не совершали. Какой бы зло они не совершали. В любой ситуации. Этим людям нет никакого осуждения. Это не слова пастора Аксупак. Это не слова апостола Павла. Но Господь сказал удивительное слово. Находитесь ли во Христе Иисусе, то в любом случае у вас не будет никакого осуждения. Какой бы грех вы не совершали. Какой бы зло вы не совершали. Но если вы находитесь во Христе Иисусе, то для вас нет никакого осуждения. Не говорит вам об этом пастор Аксупак. Это говорит Бог. Да, я не могу просто так читать это слово. Да, хотя я был злым и ужасным человеком. Я совершил много раз кражу. Я много раз лгал. Я такой злой человек. Но пастор Аксупак, ты во Христе? Да, Господь, я во Христе. У тебя нет никакого осуждения. Я не буду тебя осуждать никогда. В любой ситуации. Я не буду осуждать тебя за твои грехи. Ой, Бог. Это правда, что ты говоришь? Да, Господь, как ты можешь сказать нам такое удивительное слово? Я взяв эту Библию, и десятки лет ходил в церковь, я не мог понять смысл этого слова. Хотя здесь нет сложных слов, но мои понятия, мои мысли были слишком вдалеке от Иисуса. Да, мои мысли находились далеко от мыслей Иисуса. Но в Божьем слове сказано, в любом случае, Он не будет меня осуждать. А во мне не было таких мыслей. Я, наоборот, всегда осуждал себя. Я всегда страдал от грехов. Я всегда мучился из-за грехов. Я всегда просил прощения. Я всегда проливал слезы. Я всегда постился. И каждое утро приходил к церкви, стоял на коленях и говорил, Господь, «Прости мои грехи». А почему же тогда я не знал, что было написано в 8 главе 1 стихе Кремлина? Я же точно прочитал Библию всю. Я же несколько раз читал Библию. Но почему же я не знал об этом? Да, хотя Бог сказал, что нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Нет ныне никакого осуждения. Дорогие, сегодня многие люди не представляют человека, как осуждают себя. Господь, я грешный человек. Господь, вот такие грехи я совершал. Господь, я сделал апорт. Господь, я прелюбодействовал. Господь, я солгал. Огромное количество христиан да, проливаю слезы и страдаю от грехов и осуждаю себя. Однако, что говорит Слово Божие? Тем, которые во Христе Иисусе нет никакого осуждения. Да, независимо от ситуаций, независимо от проблем, независимо от грехов, независимо от зла. Нет никакого осуждения. Однажды я в душе поверил этому слову. Да, Господь. Я благодарю Тебя. Ты обещала, что не осуждаешь меня. Значит, я уже более не являюсь грешником, так? Значит, я святой человек. Значит, я праведный человек. Так ведь, Господь. Я прав? Это то, что ты имеешь в виду, Господь? Да, я не мог терпеть более. Мои грехи исчезли. У меня нет осуждения. Ха-ха-ха-ха-ха. Да, Бог меня не осуждает. Он обещал. Ха-ха-ха. Да, я мог только сойти с ума. Да, вы должны сойти с ума. Как такое может быть? Ну, это написано в Библии. Это не чьи-то слова. Об этом не говорит какой-то президент или министр. Но это говорит Слово Божье. Если Бог сказал, что нет никакого осуждения, значит, не будет никакого осуждения. Далее. Мне было очень интересно и любопытно. Я читал дальше Слово. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. От закона греха и смерти освободил тебя. Так что такое закон Духа жизни? И закон греха и смерти? И закон греха и смерти? Что такое закон Духа жизни? И что такое закон греха и смерти? Да, ко мне пришел закон Духа жизни. И освободил меня от закона греха и смерти? Так, закон Духа жизни. Освободил меня от закона греха и смерти? Да, закон Духа жизни. Меня освободил от закона греха и смерти. Закон Духа жизни. От закона греха и смерти. Освободил нас. Освободил вас. У вас нет никакого отношения теперь к закону греха и смерти? Да, вы освобождены. Да, мы были... Раньше нас захватила Япония. И в 1945 году, 15 августа, Корея получила независимость от Японии. И тогда Япония воевала с Америкой. Япония захватила Корею. Потом напала на Китай. И потом из Америки сказали японцам. Да, прекращайте всякую войну. А японцы называют американцев большими носами. Потому что у американцев большие носы. Да, какая вам большие носы разница, что мы воюем? И отношение между Японией и Америкой ухудшилось. И поэтому Америка перестала экспортировать сталь и железо Японии. И нефть. И так как из Америки перестали поступать нефть и сталь, у японцев появились большие трудности. Потому что во время войны вам нужно много сталь. Сделать пушку, сделать автоматы, оружие. И тогда в Корее все железные миски забрали японцы. И ложки. Поэтому корейцы пользовались деревянными ложками. И ели пользовались миской деревянной. Потом Япония разозлилась. Да, они дали поручение генералу Ямамото. Да, атакуйте Америку. Тогда генерал Ямамото сказал. Он учился в Гарварде. И он сказал, что если мы начнем войну с Америкой, то Япония будет истреблена. Все равно атакуй Америку. Тогда Ямамото на авианосце передвигался в Гавайи. И тогда самолеты летали из метрополии Америки в Перл-Харбор на Гавайи. И тогда авианосец истребил все эти самолеты. А потом японские бомбардировщики полетели в Перл-Харбор и потопили Линкон, Аризона. И тогда японцы сказали. Вау, мы победили Америку. Мы преодолели Америку. Есть. Они праздновали. И тогда один авианосец из Америки прибыл в Японию. И из авианосца бомбардировщики Б-29 взлетели. И один бомбардировщик полетел в Токио, второй в Накасаки, а третий в Хиросиму. Да, авианосец из Америки, один самолет прилетел в Токио, и они по рации сказали, мы прибыли в Токио, прием. И второй самолет говорит, мы в Накасаки, прием. А мы в Хиросима, прием. И тогда спросили пилоту в Токио, а какая там облачность? В Токио, да, там было 70% облачности. Они общались с азбукой Морзе. Я был связистом в армии, поэтому прекрасно знаю азбуку Морзе. Да, цифра 7. По азбуке Морзе, чу-чу-тороро. Да, это 7. И, да, если там около 70% облачей, то невозможно сбрасывать автонную бомбу. Если он сбросит автонную бомбу, то огненный столб поднимается в тысячи километров вверх. Поэтому, если сбрасывает бомбу, то сам самолет может сгореть. Да, ты должен высоко сбросить, но... Чу-то-то-то-то. Чу-то-то-то-то. Это 6. Чу-то-то-то-то. Да, 60%. Да, тоже нельзя сбрасывать автонную бомбу. Да, Хиросима, прием. Да, это Хиросима, прием. Какая у вас там облачность? То-то-то? Чу-чу. Тридцать процентов. Да. Огонь, Хиросима. А остальные два самолета, возвращайтесь. И самолет, который полетел в Токио, сделал один вираж на небе и потом вернулся на авианосец. И также самолет сделал вираж круг по городу Хиросима на Касаки, и этот самолет вернулся на авианосец. Бомбардировщик B-29, который называется Enola Gate, который полетел в Хиросима. То-есть пилот, перед тем, как полетел Хиросима в Америке, сделал такой же место, такой же модель, как в Хиросима. И он год целый тренировался, чтобы сбросить туда бомбу. Он самолет там взлетел вниз, и он решил, куда сбрасывать бомбу. И потом он высоко взлетел, да, поднялся. И это был исторический момент, он сбросил атомную бомбу. И после взрыва огненный столб поднимался тысячи метров вверх. И после этого подул очень сильный ураган, и весь город Хиросима превратился словно в песочный берег. Только один каркас из одного здания остался. И это здание превратили в музей атомного происшествия Хиросима. И там жара очень сильно поднялась. И поэтому все люди спрыгнули в реку Хиросима. И вскоре река наполнилась трупами. Да, война была очень печальной. И в Японии был император. И в следующий день утром ни один японец не знал, что произошло в Хиросиме. Да, вдруг транспорт и контакт остановился. И в следующий день они когда проходили через Токио, и они заметили, что с неба что-то падает. Что это? Что это? Да, бумаги падали с неба. И они поднимали и смотрели и читали, что там произошло. И они все потеряли свое сознание. Потому что в этих флайерах была напечатана фотография, как ядерный грипп поднялся в Хиросиме. И американцы написали, мы сбросили в Хиросиму атомную бомбу. И у нас в запасе есть еще несколько атомных бомб. И тогда все жители города Токио начали покидать город. И император Токио перед микрофоном сел на колени. И говорит, мы Великая Японская империя. Да, мы безусловно капитулируем. Пожалуйста, остановите военные действия. Да, мы сдаемся. Да, перед тем, как подписать договор капитулирования, они договариваются, как будете к нам относиться, к нашим жителям. Есть разные-разные условия. Но не было никаких условий в тот раз. Мы безусловно капитулируем. Пожалуйста, прекратите военные действия по отношению к нам. И впервые в человечестве Атомную бомбу сбросили и применили в военных действиях. А я родился в 1944 году. И через год после моего рождения мы освободились от Японии. Да, это как будто бы мечта. Вот, одна атомная бомба. Да, разрушила все желания и амбиции людей. А Слово Божье намного сильнее, чем атомная бомба. Дорогие, веруете ли этому? Дорогие, вы ни разу не видели атомную бомбу, так? Вы ни разу не видели, так? Да, мы служили в школе связистов. Мы изучили историю, и мы видели, как связисты служили в Хиросиме. Это было очень печально. Да, вот так выглядит война в одной стране. Но перед судом Бога, мы даже не представляем, насколько человек сильно должен бояться. Но удивительно. Да, мы когда говорим о суде Бога, И при этом написано тем, который во Христе Иисусе нет никакого осуждения. Это слово точно написано в 8 главе послания к римлянам. Но многие люди, хотя говорят, что веруют в Иисуса, но они находятся в осуждении, говорят, «Господь, я грешник, пожалуйста, прости мои грехи, я солгал, я совершил кражу, я прелюбодействовал, пожалуйста, прости меня». И многие люди не могут войти в Иисуса Христа, и многие люди не могут освободиться от грехов, и продолжают страдать. В 1962 году я прочитал Библию. И после того, как я читал Библию, да, у нас одна Библия, у всех. Да, когда я на корейском языке прочитал Библию, я выяснил, что все мои грехи омылись. Это не потому, что я сделал для тебя что-то. Это не потому, что я был добрым. Или это не потому, что я много пожертвовал. Или это не потому, что я много молился или был преданным. «Оно независимо от меня, по благодати Божьей, даром, я омылся и стал белее снега». И таких слов повсюду, и в Новом и Ветхом Завете. Да, более чем 100 мест. Но многие люди, читая Библию, всегда называют себя грешниками, и всегда просят прощения, и плачут, и просят прощения. Почему люди так делают? Когда я увидел вот смерть Иисуса Христа на кресте, да, этой смерти было достаточно, это было более чем достаточно, чтобы спасти нас от грехов. Да, этого было более чем достаточно, чтобы спасти всех людей от грехов. Но многие люди, читая эту Библию, и изучая теологию, но не могут освободиться от грехов, не могут омыться. Да, и хотя они верят в Бога 10 лет, 20 лет. Да, помните, мы утром смотрели поздравительную речь от Фернандо Лугас. Вот. Да, когда мы проводим мероприятие, часто к нам приходят послы, или почетные гости из других стран. И когда я впервые хотел поехать в Парагвай, нам для корейцев сложно было получить визу. И как-то случайным образом мы встретились с послом из Парагвая. Однажды посол пришел ко мне. И что он мне сказал? Пастор, я хочу, чтобы вы для меня были как старший брат. Конечно, я был намного старше него. И он дал себе корейское имя. Он назвал себя Пак Тэй Су. Я спросил. Да, если ты младше меня, ты должен был назвать Сусу, что означает младше, а не Тэй Су. Но уже Парагвайец, поэтому не знает. Но во всяком случае мы дружили очень сильно. Однажды ко мне пришел посол и сказал, брат, у меня есть переживания. Да, какая у тебя проблема? Президент Парагвайя приезжает в Корею на три дня. Для посла, когда к нему приезжает президент, это очень торжественное событие, которое... Это единственная возможность его жизни. Если я хорошо его встречу, если я понравлюсь президенту, то в дальнейшем я даже могу стать министром. Но проблема в том, что у нас мало бюджета, у нас мало денег. Поэтому, брат, старший брат, у меня к вам просьба. Что за просьба? Вот наш президент очень любит музыку. И я хотел бы провести музыкальный концерт для нашего президента. Вы можете нам отправить хор «Грасиас»? Да, мы разговаривали с художественным руководителем хора и отправили несколько хористов. И к тому времени у меня был семинар на стадионе Чамшиль. И в 7 часов вечером начинается музыкальный концерт. И где-то в 6.30 я поехал туда. Потому что посол и меня туда пригласил. И да, я могу приехать и могу побыть там до 7.30. Потому что, когда мы проводим эмогилизационный семинар... Потому что обычно я на сцену вхожу в 8.20. И за полчаса мы можем доехать до места семинара. Но я же главный проповедующий на семинаре. И поэтому, по крайней мере, если мы в 7.30 будем выезжать, то к 8.20 я точно смогу приехать. Да, и концерт начинается в 7 часов, но я приехал туда в 6.30. И потом они позвонили и сказали, «Пастор, вы приехали?» «Да, я приехал». «А где вы сейчас?» «Я на 10 этаже». «Вы можете спуститься на 9?» Я спустился. И там сидел президент и посол с ним. И потом генеральный секретарь и два министра. То есть 5 человек были в номере. И мы общались с президентом 20 минут. Вот тогда не было времени, чтобы благовействовать. Да, и поэтому я ему подарил секрет прошения грехов и рождение свыше на испанском языке. И мы несколько раз пообщались, немного пообщались, потом пошли на концерт. И после 30 минут я тихо вышел, и я поехал на семинар. Но поступил звонок ко мне через несколько дней. Да, президент сел на самолёт в Парагвай. И сразу на борту самолёта он сказал генеральному секретарю принести книгу «Пасторах Супак». А случайно генеральный секретарь не взял эту книгу с собой? И следующий день жена посла, взяв эту книгу, и полетела сама в Парагвай. И президент прочитал эту книгу. И потом они контактировали. Мне сказали, что президент хочет встретиться с вами, пастор. Но из Парагвай очень далеко, поэтому у меня не было времени. И я сказал, в следующем году, в феврале, у меня будет семинар в Парагвай. Может быть, тогда мы и встретимся? И в следующем году, в феврале, я прилетел в Парагвай. И когда я прилетел в аэропорт, меня приняли как почётного гостя, так как я приехал по официальному приглашению президента. Да, пришли, да, позаботились обо мне, и они взяли меня. И пока мы в комнате ожидания для почётных гостей, ожидали пили чай, они обо всём позаботились. И потом, да, под сопровождением полицейских мы приехали в гостиницу. И секретные агенты, полицейские, они охраняли меня все 24 часа. Я бы мог обойтись без этого. Но каждый раз, когда я выходил куда-то, они всегда следовали за мной. И за день до встречи с президентом, мне позвонил генеральный секретарь. Я спросил, сколько времени мы можем пообщаться с президентом? И сказали, что 40 минут. Хорошо. И мне нужно было подумать о том, что же мне говорить эти 40 минут. Самое главное, нужно президенту проповедовать Евангелие о прощении грехов. Но когда я поеду, то я должен был взять хористов с собой, потому что президент любит музыку. Да, мы выбрали 13 хористов. И мы других лишних убрали все. Я сказал нашим артистам. Да, я хочу проповедовать Евангелие президенту. Вы ни слова не говорите. Если он что-то спросит у вас, то только быстро ответьте, либо да, либо нет. Да, мы подготовили три песни, на это уйдет 10 минут. И потом мы пока поприветствуем друг друга, это тоже займет 5 минут. И если убрать 15 минут, у меня остается только 25 минут. Да, я всю ночь написал тезисами о том, о чем я буду говорить эти 25 минут. Да, потому что встреча с президентом это дело непростое. Я что буду говорить с ним о экономике или о политике? У меня же есть только Библия. Я хотел ему проповедовать Евангелие прощения грехов. Поэтому мы встретились с президентом. И пока мы поприветствовали друг друга, да, он пожал руку каждому. И прошло 5 минут. И я говорил ему напрямую уже. Я начал говорить. Да, уважаемый президент Парагуая, Фернандо Луго. Вовремя вашего правления я желаю, чтобы Господь благословил вас и Парагуая. Да, в Библии в Диане в 13 главе 22 стихе написано, что когда Бог поставил Давида царем, то он сказал, что Давид это мужчина по сердцу Бога. И поэтому он его назначил царем. Господин президент, если у вас будет одно сердце с Богом, Господь благословит не только вас, но и вашу страну Парагуай. Поэтому я не буду говорить вам о другом сегодня. Я вам расскажу о том, как можно соединиться с сердцем Бога. И я ему рассказал о том, как мы получили прощение через кровь Иисуса Христа. Вот о чем я говорил. Знаете, почему Иисус Христос умер на кресте? Он умер за наши грехи. Господин президент, подумайте. Да, если Иисус умер на кресте за наши грехи, только вы думаете, на кресте Он омыл наши грехи или нет? Или Он скажет, ой, я совершил ошибку, я не смог простить всем грехи на кресте. Нет, конечно. Да, Иисус Христос точно омыл все наши грехи. Да, иначе, получается, Иисус провалил свою миссию на кресте. Нет, Он не провалил, Он омыл все наши грехи. Да, я читал отрывки из Библии и объяснял ему. Да, это было всего лишь 25 минут. Но президент получил спасение и прощение грехов. Он взял за мои руки. Да, и долгое время Он был тронутым. Меня тогда переводила сестра Ли. Да, Он очень-очень благодарил. И потом хористы спели три произведения, и прошли 40 минут, и мы вышли оттуда. Мы очень-очень благодарили Бога. Да, мы ехали на машине, и позвонил генеральный секретарь. Да, сегодня в лагере IYF приедет президент. И мы закричали, ура! Мы были очень счастливы. А потом еще через пять минут снова поступил звонок. Сегодня вечером в лагере IYF будут участвовать все-все министры из всех ведомств. И с того дня мы с президентом стали близкими друзьями. И удивительно. В тот день, когда после встречи со мной он получил прощение грехов, да, он перед корреспондентами рассказал о том, как он встретился со мной. И рассказал, что он получил прощение грехов. Да, и он очень-очень благодарил. И мы сидели с ним лицом к лицу. Да, и он участвовал на мероприятиях IYF. И он... Он долгое время проводил с нами. И я каждый год в феврале лечу в Парагвай. И каждый раз меня приглашает президент. Потому что мы стали близкими друзьями. В прошлом году в феврале, когда я был в Парагвае, И мы с ними вместе провели прекрасное время. Да, самое главное. Я... Библия увидел правду о том, что Иисус Христос был пригвожден. И я думал, почему Он был пригвожден? Все люди думают и знают, что Он был пригвожден за наши грехи. Значит, Он должен... Он умер на кресте за наши грехи. И это значит, наши грехи должны были омыться. Чтобы об этом рассказать, мы сегодня прочитали 8 главу послания к кремлянам. 8 глава, 1 стих. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Почему? Если мы во Христе, то у нас нет никакого осуждения. То есть, другими словами, мы должны войти в Иисуса Христа, чтобы находиться в Нем. А как мы можем войти в Иисуса Христа? Нам кажется, что это очень сложно, но на самом деле очень просто. Если у нас с Иисусом Христом будет одно сердце, то мы будем с ними как одно сердце. Да, вот рядом со мной стоит пастор Джозеф. Любим мы друг друга или нет, мы должны находиться вместе. Да, даже если я ненавижу, я не могу его игнорировать. Пастор Джозеф, он намного лучше разговаривает по-английски, чем я. Он не просто хорошо разговаривает. Да, я путешествую по многим странам и проповедую. И многие люди удивляются. Да, а куда вы нашли такого переводчика? Да, как пастор Джозеф переводит? Да, он самый лучший переводчик с корейского на английский. Это правда? Да, он очень хорошо переводит. Но, дорогие, самое главное, мы вместе с пастором Джозеф проповедуем Евангелие. То есть, у нас с ним одно сердце. Когда я что-то скажу по-корейски, если бы пастор Джозеф не получил прощение грехов, то, возможно, он бы меня как-нибудь перевел, но он бы не смог перевести по моему сердцу. Да, я получил прощение грехов. И пастор Джозеф получил прощение грехов. Написано, что здесь нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. А далее, что написано? Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Очень мало кто знает об этом. Так что такое закон Духа жизни? А что такое закон греха и смерти? Да, если мы узнаем об этом, то это будет легко. Но если мы не знаем об этом, это очень сложно. Это касается всего. Если мы узнаем, это будет легко. Если нет, то трудно. То есть, закон Духа жизни, то есть, закон греха и смерти – это заповеди. Понимаете, о чем я говорю? Да, вы молчите, это значит, вы не поняли меня. Да, закон греха и смерти – это почему заповеди? Когда Бог дал людям закон в книге Исход. Давайте мы прочитаем отрывок из книги Исход. 19 глава. Исход 19 глава. Да, там написано. 19 глава. 5 стих. Итак, если вы будете слушаться Глаза Моего и соблюдать Завет Мой, то будете Моим уделом и всех народов, ибо Моя вся земля. Вот здесь Господь поставил одно условие. «Если вы будете слушаться Глаза Моего и соблюдать Завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов». Так? Далее. 6 стих. «И вы будете у Меня царством священников и народом святым». Вот слово, которое ты скажешь нам, Израилевым. Вот что сказал Бог. Далее. 7 стих. «И пришел Моисей, созвал старейший народа и предложил им все, все слова, которые заповедовал ему Господь». 8 стих. «И весь народ отвечал изногласно, говоря, все, что сказал Господь, исполним». Да, Господи, я вас благословлю, если будете слушаться Глаза Моего и соблюдать Завет Мой. И народ сказал, исполним. Да. Как мы это называем? Назваем? Заветом. Обещанием. Да, это обещание. «Благословлю, если вы соблюдаете весь Завет Мой». Тогда хорошо, Господь, мы исполним. Если они все исполнят, то Господь должен благословить, а иначе народ будет проклят. Давайте откроем Второзаконие, двадцать восьмую главу. Сегодня, конечно, занимает немного времени, но это очень важно, поэтому прочитаем. Двадцать восьмая глава Второзакония. Первый стих. «Если ты будешь слушать Глаза Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебе все. Выше всех народов земли». Второй стих. «И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать Глаза Господа Бога твоего». Третий стих. «Благословен ты в городе, и благословен на поле». Четвертый стих. «Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих». Пятый стих. «Благословен ты при входе твоем, и благословен ты при выходе твоем». «Да, Господь обещал, если ты все это исполнишь, вот и станешь благословенным». «Потом пропустим несколько стихов». «Да, давайте прочитаем внимательно». 28 глава, 15 стих. «Написано, если же не будешь слушать Глаза Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то обрету на тебя всей проклятии си и постигну тебя». 16 стих. «Благословен ты в городе, и проклятый будешь на поле». 17 стих. «Проклятый будут жительницы твои и кладовые твои». 18 стих. «Проклятый будет плод чрева твоего и плод земли твоей, плод твоих волов и плод вес твоих». «Проклятый будешь при входе твоем, и проклятый при выходе твоем». Да, это тоже обещание. «Если исполнишь, получишь благословение». «Если нет, получишь проклятие». Понимаете, о чем я говорю? В результате это слово станет для нас благословением или проклятием? Поднимите руку, кто считает, что это благословение. Нет ни одного? Поднимите руку, кто считает, что это проклятие? Да, это проклятие, правда. Я, конечно, не знал об этом. Да, раньше приходил пастор к нам домой. Он говорил нам, да, благословен ты при входе и при выходе. И сказал, что Господь благословляет вас. А потом я выяснил, что это было не так. Только в том случае, когда я исполню, я стану благословенным. Но нет ни одного человека, который исполнил все слова Бога. Поэтому, в конце концов, это стало проклятием. Понимаете? Вы знаете, что это? Это есть заповеди. Это есть десять заповедей. Если мы исполним все десять заповедей, получим благословение. А если нет, то мы получим проклятие. И поэтому израильский народ с того времени, когда Моисей спустился к ним двумя скрижалами, на которых были написаны заповеди. Но к тому времени они уже сделали золотой теленок. Золотого теленка и служили ему как Богу. Они поклонились, прославляли его. Но там первый закон. Да не будет других богов у вас. То есть, они нарушили два закона. Не делайте себе идолов и кумиров. И в тот день три тысячи человек погибло. Поэтому эти заповеди мы называем законом греха и смерти. Если вы исполните каждую заповедь, то вы станете благословенными. Но так как Господь обещал нам, если мы нарушаем заповеди, то мы получим проклятие и истребление. Поэтому эти заповеди мы называем законом греха и смерти. Перед тем, как пришел закон, даже когда люди нарушали, они не умирали. Но когда пришел закон, люди начали умирать постоянно. Да, в тот день, когда закон был дан, три тысячи человек погибло. Потом кто-то собирал дрова в субботу и умер. Кто-то за это умер. Кто-то стал проклятым. Да, проклятие наполнило всех людей. Поэтому закон, заповеди превратили нас в грешников. Без закона мы бы не стали грешниками, так ведь? И грехом пришла смерть. Кремля, на 8 глава, 1 стих. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут. Не по плоти, но по духу. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Вы поняли, что такое закон греха и смерти? Да, что есть закон греха и смерти? Заповеди стали законом греха и смерти. Вы понимаете? Заповеди – это закон греха и смерти. Но многие люди очень глупо, так как они не знают Библию, и услышали, что они исполнят, то станут благословенными. Поэтому многие люди пытаются и стараются исполнить, и думают, что получат благословение за это. Но нет ни одного человека, который совершенно исполнил все заповеди. Заповеди – это закон греха и смерти. Дорогие, вы все нарушили закон. Ни один человек не исполнил. Мы должны стать проклятыми. Мы должны стать истребленными. Мы должны погибнуть. Закон поступил с нами так. Никто. Да, некоторые делают вид, что они хорошо исполняют. А даже если он хорошо исполняет, но он и когда-то их нарушил, разве это не применяется как грех? Нет, это грех. Но сегодня во многих церквах, каждое воскресенье они читают вслух молитву Отче наш. Почему так? Потому что пасторы хотят, чтобы их прихожане старались. Но Бог… Да, так как 10 заповедей – это закон греха и смерти. И поэтому Бог не хочет, чтобы мы смотрели на них. Поэтому он их положил в ковчег завета. И он закрыл этот ковчег крышкой. Да, мы эту крышку называем «седалище милостыней». Место милости. Милосердие. Почему? Если Бог откроет эту крышку, то Богу придется судить нас по закону. И все люди должны стать проклятыми. Все должны стать истребленными. Поэтому Бог закрыл крышкой. И два херувима забрались на крышу и крыльями закрывая крышу и говорит «Не открывайте крышу. Вам нельзя открывать. Вы не должны взглянуть, что внутри». Они… Каждый раз Бог действует. Да, всегда стоял ковчег завета. Ковчег завета. Да, то есть закрыли заповеди. И когда люди носили ковчег завета, Господь закрыл крышку, чтобы никто не открыл. Да, Он не хочет нас вести по закону. Господь, не нужно судить нас по закону. И тогда Господь действовал. И когда вода высохла в Ярдане, Красном море, и когда люди носили ковчег, Завета, и Бог действовал. Но когда они достанут закон наружу, то люди станут проклятыми. Во времена пророка Илии ковчег забрали. И потом филисимляне вернули ковчег. Но что ограничает нас? Да, пророк Илии, он был распущенным пророком. И поэтому он не мог растить хороших проповедников. Да, у него были двое сновей Офни и Финес. Только они служили как священники. И вся семья Илии стала проклятой. И поэтому Офни и Финес погибли. Ковчег вернулся, но никто не мог принять. И народу стало интересно. А что находится в Ковчеге Завета? А может быть мы откроем? Посмотрим? Нет. Нет, ничего страшного. Давайте посмотрим. Давайте откроем. Нет, так нельзя. Давайте откроем. Давайте откроем. Посмотрим. И они открыли. И знаете, что произошло? Пятьдесят тысяч семьдесят человек погибло на том месте. Да, это же правда. Закон греха и смерти, так? Они просто взглянули на него и погибли. Но Бог не любит заповеди. Он не хочет управлять нами по закону. Если бы Он управлял нами по закону, то никто бы не смог выжить из нас. Мы все стали бы проклятыми. С первого дня закона люди начали погибать. Кто-то собирал дрова, в субботу умер. Да, люди постоянно умирали. И семьдесят человек поехало в Египет. И израильчане находили четыреста тридцать лет в Египте. Да, и когда они выходили, это было шестьсот тридцать тысяч человек. Но когда они вошли в Ханаан, да, из-за закона многие люди погибли и стали проклятыми. Да, хотя шестьсот тридцать тысяч пятьсот пятьдесят человек, да, вышло из Египта. То есть они очень хорошо размножались и выросли. Но с первого дня закона люди постоянно умирали. Кто-то умер за то, что собирал дрова в субботу. Да, кто-то за этот, за тот поступок погиб. И овни Финес даже погибли. Они служили Господь другим огнем. То есть многие люди погибли. Да, люди постоянно умирали. И поэтому население очень сократилось. Поэтому эти заповеди мы называем законом греха и смерти. И когда Бог спросил, «Вы будете исполнять закон?» Они должны были опомниться и сказать, «Господь, мы злые люди, мы ужасные люди. Господь, мы не сможем исполнить Твое слово. Пожалуйста, да, передумай». Так они должны были сказать. А народ сказал, «Нет, Господи, мы исполним все». Что смешно. Даже сегодня есть некоторые, которые хотят, которые стараются исполнить закон. Но они никогда не исполнят. Если бы вы нарушили, то как бы вы после этого хорошо не исполняли закон, все равно получите проклятие. Даже если бы хотя бы один из них нарушаете, то уже ваша судьба – это проклятие. Можете сказать на это «Аминь»? Да. И вот, следовательно, мы эти заповеди называем законом греха и смерти. Давайте посмотрим 8 главу к римлянам, 1 стих. «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Второй стих. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Освободил меня от закона греха и смерти. Освободил меня от закона греха и смерти. Но многие люди об этом не знают. И стараются исполнить заповеди. До сих пор стараются. Изо всех сил. Да, чтобы исполнить субботу. Дорогие, что такое суббота? Сказали, соблюдайте субботу. Но прочитайте внимательно. Да, люди многие не знают Библию. Давайте поговорим о субботе. Немного поговорим. Если не будет хватать времени, продолжим вечером. Колоссяна 2 глава. Колоссяна 2 глава, 16 стих. Давайте мы прочитаем вместе одним голосом. Вы видите? 3 и 4. Итак, никто не осуждает вас за пищу, за питье, или за какой-нибудь праздник, или Новый месяц, или субботу. Да, никто не осуждает вас за субботу. Так же? Почему Бог сказал так? 17 стих. Это есть тень будущего отела во Христе. Да, что говорит нам закон в Библии? Да, соблюдайте субботу. Что значит? То есть, они заранее показали тенью то, что произойдет в будущем. На что показывает нам суббота? Что нам показывает? Суббота по Библии. С заката солнца пятницу начинается суббота. Да, Новый день начинается в 0 часов. Так для нас. А Новый день в Израиле начинается с заката солнца. Да, была ночь, настало утро, первый день. Второй день. Да, Новый день начинается с заката солнца. То есть, в пятницу вечером, когда садится солнце, то начинается суббота. И вы знаете, что там происходит? Да, слуги опускают свой груз. Они ничего не должны нести. Они все положат на пол. Интереснее всего, Иисус Христос сказал, «Сын человеческий, хозяин субботы». Что он имел в виду? Когда наступает суббота, каждый человек снимает с себя груз. А Иисус Христос – это хозяин субботы. Если мы обратимся к Нему, то мы сможем снять с себя груз греха. Что сказал Иисус Христос? «Все утверждающиеся, не обремененные, приходите ко мне, я успокою вас». Дорогие, если мы встречим Иисуса, если мы примем Иисуса Христа, то мы снимаем с себя груз всякого греха. Грех, который мы совершили, нарушая закон, после встречи с Иисусом, да, мы приобретаем покой. Чтобы показать нам это, Господь сделал субботу. Так ведь? Это есть тень будущего от тела во Христе. Да, мы носили тяжелые грузы. Но в субботу мы все это отпускаем. А ой, поскорее бы суббота наступила. Мне очень тяжело. И потом солнце село. О, теперь суббота, мы все можем отпустить. Иисус Христос сказал, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас от груза греха». Он даст нам покой. Поэтому мы освобождаемся. Да, закон, который дает нам покой, дает нам жизнь. Это есть закон духа жизни. А заповеди – это закон греха и смерти. В законе всегда есть грех и смерть. Там нет милосердия. Там нет милосердия. Мы все должны стать проклятыми и истребленными. Но сегодня многие люди, хотя не могут соблюсти заповеди, но они стараются, пытаются. Нет, вы не можете, вы не сможете исполнить. Вы должны стать проклятыми. Вы должны стать истребленными. Поэтому закон – это есть закон греха и смерти. И теперь Бог оправил нам Иисуса Христа и освободил нас от греха и смерти из греха. И Он поставил нас под законом духа жизни. Аминь. И поэтому… Да, Иисус Христос был пригвожден к Кресту. Он умер. Он хозяин субботы. И поэтому каждый человек, который приходит к Иисусу Христу, кровью Иисуса Христа получает прощение грехов. Да, это закон освобождает человека от греха и смерти. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Дорогие, я уже нарушил закон. Я уже солгал. Я уже совершил кражу. Я уже совершил зло. Я уже нарушил закон. И даже впредь, если я буду соблюдать каждый закон, я не смогу получить благословение. Да, каждый человек, который под законом, получит обязательное проклятие. Но Господь сделал Новый Завет, Новый Закон. Об этом написано в 31 главе книги Еремия, 31 стихе. Еремия, 31 глава, 31 стих. Что там написано? Когда наступают дни, говорит Господь, «Когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Юды Новый Завет». Этот Завет. 32 стих. И такой Завет, который заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывезти их из земли египетской. Тот Завет они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. То есть, что написано в Библии? Бог поставил Новый Завет. Да, но это не тот Завет, который Он заключил с отцами их в тот день, когда взял их и вывел их из Египта. Это другой закон. Вы нарушили этот закон. Да, поэтому вы должны были стать проклятыми. Поэтому Бог... Да, все люди должны были стать проклятыми из-за закона. Многие глупые люди до сих пор хотят исполнением заповедей получить благословение. Но это не так. Если вы однажды совершили грех, нарушив закон, то у вас будет только одна почесть проклятия. Все вы должны погибнуть из-за этого и стать проклятыми. И поэтому Господь заключил Новый Завет. То есть, Господь заключил Новый Завет, чтобы спасти нас. Да, что написано в 34 стихе? Да, я прощу беззакония их. И грехов их уже не воспомяну более, говорит Господь. Это есть Новый Завет. Это есть заповедь. Если мы исполняем, получаем благословение. А в противном случае получаем проклятие. А закон благодати. Проклятие или благословение не зависит от наших поступков. Да. Но Господь обещал, что благословит нас по делам Бога. Поэтому Бог должен омыть наши грехи. И Он обещал. Если бы Он не омыл наши грехи, то Он будет лжецом. Но Господь никогда не лжет. Он послал Иисуса. Иисус взял на Себя все наши грехи. И Он был пригвожден ко Кресту. И Он этим омыл все наши грехи навсегда. Аминь. 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 Аллилуйя. Я прославляю Господа. Я ничего не сделал. Я только согрешал. Да. Но Господь поставил новый закон. Да. Он послал Иисуса. Да. Да. И умирая на Кресте. Да. Он заплатил за все наши грехи. И Господь называет нас по Новому Завету праведными и святыми. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Поэтому закон Духа жизни во Христе освободил нас от закона смерти и греха. Женщина была поймана в прелюбодеянии. По закону Моисея, ее должны были побить камнями. Но они привели ее к Иисусу. Учитель эта женщина взята была в прелюбодеянии. Моисей в законе заповедовал нас побивать таких камнями. А ты что скажешь? Иисус писал на земле перстом. Да, Он написал Новый Завет. Первый закон Господь, Бог своим перстом написал на скрижалях. А второй Завет, Иисус Христос своим перстом написал на земле. Земля это человек. Да, Он говорил нам, людям. Он писал перстом. Он написал Новый Завет. Я прощу беззакония их. И грехов их уже не воспомину более. Теперь не мы прощаем наши грехи. По первому закону, в зависимости от наших дел, либо получаем наказание, либо благословление. По второму закону, мы получаем благословение по делам Божьим. Он послал нам Иисуса Христа. Иисуса повесили на крест. И Он там омыл наши грехи. Аминь. Да, сделал нас белее снега. Сделал святыми нас. Поэтому тем, которые во Христе Иисусе, если мы принимаем это слово верою, нет никакого осуждения. Освободил нас от заповедей. Да, эту женщину взяли в преливодеянии. Да, ее должны были побить камнями. Но когда Господь судил ее по Новому Завету, да, приговор был прост. И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Почему? Потому что Новый Завет говорит, что Господь прощает грехи. Да, Господь простил грехи. Он совершил на кресте. Поэтому не может нас судить. У нас есть две вещи. Вы хотите следовать за законом или за обещанием Бога? Я освободился от закона. Если судить по закону прелюбодейку, ее должны побить камнями. Но Иисус судил ее по Новому Завету. Да, у нее не было никаких грехов. И я не осуждаю тебя. Сегодня многие люди находятся под законом и хотят исполнить закон. Эти люди все обязательно погибнут. Да, потому что заповеди – это закон греха и смерти. Но когда мы придем к Иисусу, то Иисус заключил Новый Завет. Я прощу беззакония их. Это не мы прощаем наши грехи. Иисус Христос прощает. Я прощу беззакония их. И грехов их уже не воспомяну более. Говорит Господь. И мы приняли эту правду. Да, теперь в наших сердцах действует Новый Завет. Иисус Христос прощает. Если Господь не прощаешь наши грехи, то ты будешь грешником. Потому что ты обещала, что я прощу беззакония их. Поэтому ты обязан прощать наши грехи. Это не мы прощаем наши беззакония. Это не мы своим исповедью прощаем. Крест прощает. Кровь Иисуса прощает. Да, Своей смертью заплатил за наши грехи. И Он освободил нас от закона, от греха. Но дьявол привязывает нас к закону и говорит, чтобы мы просили прощения. Хотя Иисус простил, и те, которые принимают эту правду, получают благодать. А те, которые не веруют, получают проклятие. Вечером давайте мы продолжим и подробнее об этом поговорим. Давайте помолимся. Господь наш Отец, благодарим Тебя. Да, закон Духа жизни во Христе освободил нас от всякого греха. Да, и когда Ты был пригожден к Христу, Ты поставил конец наказанию за наш грех. Поэтому мы, Господь, благодарим Тебя. Мы прославляем Тебя. Господь, эту драгоценную правду передай тем, которых обманул Сатана. Они до сих пор пытаются соблюдением заповедей получить благословение. Но они уже нарушили закон, поэтому они своими делами не могут получить благодать. Поэтому нам нужна кровь Твоя. Мы веруем, что Твоей кровью мы все омылись. Да, мы при ней находимся под законом греха и смерти. Но Господь сделает так, чтобы мы находились под законом Духа и жизни. Благодарим Тебя. Молились во имя Иисуса Христа. Аминь.